Аплодисменты 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 то, что вы на экране видели, это вот последняя часть шестой серии, вот, ведь это все мы по-настоящему делаем. Видео, видимо, мы подняли и делаем. Казахстан, а что мы подняли? Вот там, что мы не делаем. Что там случилось? Человек подбрёв на боку! Сейчас поможем, подождите! Сейчас поможем! Сейчас поможем! Давай! Давай! Вот сейчас уберем! Сюда! Сюда! Чёрт! Куда вы не делаете? Куда вы не делаете? Поехали! Сходите в воду! Что случилось? Что с тобой, Павел? Помоги мне, сплют ногу. Ну, помоги же, чего смотришь? Ты видишь, как ты издеваешься над собой! Не впрати! Ты что, совсем тебя в кровь согнать хочешь? Почему там стоите? Не загоню! Пускайтесь в воду! На помощь! Человек под грёвами! Помогите! Помогите быстрее! Права было лишь комиссия! Бросай работы! Переходи на инвалидность! Мне же всего 18 лет! Какая инвалидность? Я скорее себе пулю в лоб пущу, чем это случится! Это не мультипультик, как сейчас! И танки рисуют, и самолётики, и кишки вываливаются, и про... А кино нет! Ну, нет кино! А тут всё по-настоящему! Если зима, извините, пожалуйста, Вон, два ветра дую, и стоят самолёты без крыльев, лопатами бросает снег, вот тебе вьюга пурга! От выхлопов мотора снег тает! И снежинки превращаются в маленькие льдинки! И вот они забивают тебе и волосы, и глаза, и куда угодно! Это тяжело? Тяжело! А если у тебя сапог без подмётки, по сюжету корчагинского, и калоша без подошвы, и чтобы идти хотя бы не босиком по снегу, я ввязывал их там портянками сверху, значит, верёвочками перевязывал. Но это было начало марта! Снег подтаивал днём чуть-чуть, ночью мороз, и он как стеклом вот этим настом покрывался. И вот буквально проходишь на следующий день там съёмка, всё, там пару шагов проходишь, этот наст перепиливает верёвки, верёвки отлетают, тряпки спадают, и ты идёшь босиком по снегу. Но ты не можешь наклониться, когда примерно в таком же положении все участники съёмки и скажут, «Извините, сейчас мне снимайте, я сейчас тут завяжу, пойдём дальше». Этого было невозможно делать. Мало того, у меня там дезертиры по сюжету на этой узкой колейке спёрли шинель, а Рита Устинович через клавичку ещё кожанку не успела передать корчагину. Вот. И мы вышли однажды, значит, там из барака, зима, всё. Вот. И я стою там, значит, холодновато всё-таки в одной гимнастёрке и в штанишках. И начальник стройки говорит, «Да нет же, жарко, ребята, жарко!» И мы начали с ним яблочко танцевать. Я не мог даже под эту гимнастёрку и эти штаны одеть даже тёплое бельё, потому что многие ребята одевали, и это было всё нормально, хотя бы какое-то спасение. Я не мог, потому что у меня штаны и гимнастёрка были дырявые, и режиссёр хотел видеть моё комиссарское тело сквозь эти дыры, понимаете? Вот, и поэтому он, если в сценарии написано, вот, осень, значит, будет осень, зима, значит, зима. Если было написано, «Корчагин в прорубь», он бы не опустил в прорубь, понимаете? Потому что вот такое кино было. Я поначалу иногда думаю, ну, зачем вот это вот, вот такие мучительства делать? Мы можем как бы и сыграть это всё. Потом я понял, что Мащенко был тысячу раз прав. Пойми, не могу больше! Не могу, не могу, не могу! Если ты не можешь, кто должен мать? Сколько сил было держался! Никому, никому никогда слова не сказал! Просто не могу больше! Не могу, не могу, не могу! Павел, пойми! Не думай обо мне плохо и трусь я! Не сволочь! Просто не могу больше! Не могу и всё! Не могу мать! Субтитры создавал DimaTorzok Жарко! Я хочу от них моих избавить Ты только все, пожалуйста, запомни Товарищ память, товарищ память Ты только все, пожалуйста, запомни Товарищ память Но время летит, жизнь меняется, как оказалось, не везде семимильными шагами И где-то года два назад мы были в Тынзе, в Красном Чекуе, там и так далее Это Забайкальский край И вы не представляете, мои дорогие Они живут, вот все уже полубеззубые, пожилые люди Они живут в балках Вот в этих железных бочках Как их когда-то там, так сказать, поселили Но они были молоды Они были свежи Они могли терпеть эти неудобства А они до сих пор вот там те, кто остался Потому что на большой земле Здесь, в Центральной России Уже ни родителей нет, ни родственников И многие просто вот так, как говорится, доживают свой век И как они были счастливы, когда мы приехали там с моим спектаклем Там 50 лет артиста живого не видели Когда одна бабулька ко мне подходит Ой, у нас недавно была Недавно была Роза Рымбаева была недавно у нас Я говорю, когда же, так сказать, у нас же Казахстан как бы отдельно Ну, это же лет 35 назад Вот такие недавности, понимаете Да, я с величайшей благодарностью Вспоминаю своего первого режиссера Николая Павловича Мащенко Который открыл меня в роли корчайной для всего Советского Союза И последующих, так сказать, демонстраций там И на Кубе, и в Чехословакии, и в Польше, и в Венгрии, и в ГДР Я все медали имею Но теперь это только, наверное, в музее Владимир Конкин, с сожалением, говорит о современном кинематографе Качественных картин, по его субъективному мнению, мало Они сошли на нет А про кино я имею право говорить Хотя бы потому, что я-то снимался в нормальных фильмах И для меня это очень важно Что многие зрители, с которыми я встречаюсь Не так часто, но и не совсем редко И для меня очень приятно слышать, что кто-то говорит, там, человек взрослый А когда уж молодые говорят, это вообще для меня отрада сердца Что вот мы там, как закалялась сталь, видели Мы воспитывались на этом фильме, говорят, там люди взрослые и так далее И было отчего воспитываться Раньше нас отбирали, ой как Клумбу составляли цветочную из актеров А сейчас рожа на роже И все похожи, все одинаковы Но уже опломб, уже какой-то снобизм Там что-то они себя изображают Мы, господи, мы когда снимали наши фильмы Мы в общем автобусе нашем Если на натуру приезжаем И переодевались, и гримировали Сейчас какие-то вагончики Прямо американские Голливуд А кино-то нет Ну нет кино Вы посмотрите, сказать, любой вот это Сейчас там то Екатерина Я не могу это Мне это совершенно не Я по одному кадру уже могу понять Что это туфта По одной Как угодно Рядитесь, перерядитесь Не умеют говорить в кадре Исторической интонации нет Нет интима, переходящего в состояние другое Актеры этим не владеют Я слышу просто, так сказать Монотонную какую-то речь Тетя, дядя или дядя и тетя И все Они совершенно вне исторического контекста Как бы их ни наряжали В парики и так далее Они никто Потому что они, простите, пожалуйста Не читали историю Екатерины Второй Екатерины Первой Анны Не знают они этого Ведь кино-то мы же едим Не ротовой полостью А вот этим местом мы кушаем кино Вот этим местом А когда это сочетается Глядишь, что-то и получается Внутренне какая-то выстраивается жизнь Я понимаю, что кино и театр И тогда не всегда могли воспитывать Хотя воспитательный момент Постоянно практически присутствовал В той или иной работе Допустим, там снимают фильм Об оступившемся человеке И так далее И как он в процессе фильма Он как-то исправляется Или получает какой-то серьезнейший урок в жизни И это было правильно Это правильно Сейчас же торжествующее зло Хамство Мерзость По-русски говорить не умеют Они просто отвратительно У них лексика подворотни Понимаете? И я чувствую, что никакие там Ни графа Львы Николаевича Толстые Никакие Федор Михайловича Достоевские Какие-то там Тургеневы Я бы хотела ему пожелать Чтобы он продолжал сниматься Новых хороших ролей Чтобы он был занят в ролях В спектаклях обязательно И мы, как поклонники Будем ходить на его спектакли Обязательно смотреть И нам будет это очень приятно Хотелось бы, чтобы он продолжал Свою творческую деятельность Владимир Алексеевич в своем выступлении Выразил огромную благодарность Своим родителям Мне повезло на моих родителей Потому что меня мама научила читать В пятилетнем возрасте И так как у меня был порог сердца с детства То меня мама увозила на дачу И чтобы мне было не совсем скучно Она, значит, вот учила Я этим увлекся И вот до сих пор Никак не могу избавить себя От этой дивной привычки Читать хорошие книги Это насыщает Это дает возможность Твоей лексике обогащаться Независимо от возраста Я был маминкин сынок Я горжусь этим званием Мой прекрасный отец Который меня воспитывал Я рожден в любви Маме было почти что сорок Папе сорок два Я позднее дитя Почему такое позднее? Да потому что перед войной Родился мой старший братик Славочка И во время войны Пока папа в железнодорожных войсках Делал свою тяжелейшую работу Делал свою тяжелейшую работу На фронте Мама моя была в Троицкс Отправлена в эвакуацию С этим больным ребенком Потому что у него был полиомиелит Ноги отнялись Руки Представляете, что это такое? Мама не могла даже на патронном заводе работать Потому что Ну как мальчика нельзя оставлять Могут и пролежни быть И все И пеленки нужно менять И так далее Никаких лекарств не было Папина там зарплата Которая пересылалась маме И ее, так сказать Если на базар отнести Так это пол буханки хлеба На всю эту зарплату Можно было купить И вот много эвакуированных женщин Было там В этом бараке Где моя мамочка была С братиком моим Вот И они работали У них самих Мало-мало-меньше дети были Мне мама рассказывала И когда она это рассказывала У нее всегда Закипали слезы И она, так сказать Всегда Платочком пользовалась Вот И говорит И что вот, Володенька Понимаешь Вот какая Какая была вот у нас Общенность Тогда И вот они приходили Эти женщины И говорят Любочка Моя мама Люба Слушай Ну у меня тут вот Лишняя картошечка Вареная Вот Возьми Вот А другая там хлеба А третья там еще что-нибудь А кто-то там Скажет буквально Три глотка молока Понимаете Как это можно забыть И врачи после войны Сказали Моим родителям Что мой старший брат Уйдет из жизни И вот он был прикован К постели Как Островский Дорогой друг Николай Островский Я восхищаюсь вами С любовью И восторгом Будьте уверены Что если вы в вашей жизни И знали мрачные дни Ваша жизнь есть И будет светочем И я никогда не забуду Когда ушел из жизни Семнадцать летним юношей Мне было два годика А я не забуду следующее Что папа с мамой Повесили большой Фотографический портрет На стене И мы все как-то Смотрели на этот портрет Скать и портрет этот Славочка смотрел На нас Как мы живем Все Вот И я никогда не забуду Я хорошо учился Но Наступает возраст Такой Когда Ну вдруг Чего-то хочется Немножко хулиганства Какое-то Или в организме Происходит Какое-то Перемещение Вот А у нас еще В классе оказался Уже Парень Мы в пятом классе А он Скать должен был Десятый кончать Уже брился Все Но он на Камчатке Сидел Скать Тогда же по два По три года Можно в классе было сидеть Это сейчас этим Никто не занимается А тогда это было И вот этот вот Бацилл Он как бы стал Влиять на весь класс И на нас Пацанов Мы маленькие Ничего еще Как бы в жизни И вот эта его развязанность То что он выходил Там к доске А то вот сейчас Говорят Что вот Нет Это тогда тоже было И вот он Чего-то там Мог грубо сказать И он ждал Когда ему Учительница Или учитель Скажи И вон Скать Без родителей Не возвращайся А какие родители Одна мамаша Уборщица Папаша в тюрьме Сидит Вот и все Таково было Очень много В моем городе Саратове Где я родился Вот И мы тоже стали Чего-то немножко Как бы ему подражать Ну мальчишки некоторые Даже начали пробовать Курить Елки-палки Ну как-то вот Я всегда боялся Этого делать Не хотел Вот Но тем не менее Что-то я вот решил Каблучок выкинуть Чтобы сказать Девчонки ко мне Всегда были благосклонны Надо сказать Но здесь же хочется Как-то укрепиться Потому что я смотрю Что и взгляды уже Начинают обращаться В сторону этого хулиганчика Понимаете А хороший мальчик Это как же так Ему же тоже нужен Хороший Девичий взгляд И я что-то вышел К доске Вот И по-моему Это была родная речь Или литература Сейчас не помню Или история Это не важно Я все прекрасно знал Но я сказал Что я не выучил Предмета И учитель Вытращило глаза Потому что Такого в жизни не было И она Сказать Ставит мне двойку Еще не понимая Что Это Что Как Она не понимает Что Я не знаю Это непонятно Почему Так Ставит двойку И в дневнике пишет Что Вот Любовь Петровна Мама моя Алексей Александрович Обратите внимание На вашего мальчика Лучше всего Придите в школу Кто-нибудь из вас Я хочу с вами поговорить И я приперся домой С этим дневником Мамочка меня встречает Папа в командировке Так Володя Все Сказать Вот давай Сейчас покушай Помой руки Покушай Вот потом Немножечко погуляешь Потом уже будешь За уроки садиться Дневник Я вынимаю дневник Мама моя Читая То Чего Никогда Не читала В моих дневниках У нас Сложила Вот так Подошла К этому Фотографическому Портрету Моего старшего Брата Который Прикованный К постели Учился На отлично К нему Педагоги приходили И удивлялись Его голове Светлый Умный Насыщенный Знаниями И у мамы Моей Затряслись Плечи Она спиной Ко мне стояла И вот я тогда понял Господи Да лучше бы она Меня выпорола Что же я Как же Вот пустяк Пустяк Да не пустяк Это Из таких Пустяков Складываются Жизни В дальнейшем Характер Когда В седьмом Классе Мы проходили Как закалялась Сталь Роман Я заболел Кстати Я половину Своей жизни Провел здесь В Малаховке В сердечно-сосудистом Санатории По три месяца У нас была смена Мы там и учились И все Река Пихорка Так говорят Генеральские дачи Там все Вот Хорошие там были Врачи Все замечательно И вот я там В седьмом классе Оказался Последний раз Мы учились Но у нас было По 30 минут Только урок Потому что Все ребята Там сердцем Значит их надо Жалеть Сидеть Четыре урока Всего лишь В общем Такое формальное Скажем Учеба Вот Но они Вот в это время Там у меня В моей школе Проходили Как закалялась Сталь Я эту книгу Не читал И вот как Господь Устраивает А вот он Так и устраивает Потому что Вот это Прикованное К постели Мой герой Это слепок Моего брата Вот как Бывают Круги-то Какие Понимаете И уж то Что во время Съемки Я отказал Себе во всем Я не видел Ни одного Нового фильма Я не включал В гостинице Телевизор Я не читал Ни газет Ни журналов Я ничего не читал Единственное Что у меня были Сценарии Как закалялась Сталь Эти шесть Серий И книга Которую я все время Там что-то пытался Вернуться То это слово То это И обдумывал Какие-то вещи Для меня Это было очень важно Что вот все Было погружено В эту тему Для меня Мама Я сказал Дорогая Ее давно Уже нет На белом свете Как и папочки Моего Вот Моих прекрасных Родителей Которые Насытили меня Желанием Не просто Жить А жить Достойно И иметь Перед собой Какую-то Хорошую Замечательную Цель Я их Не подвел Потому что Они были Безумно рады Когда Как закалялась Сталь Вышла Я помню Мама Пришла В гости К моей Супруге У нас уже Дети родились Близнецы Вот И мамочка Стоит Папочка В шляпе Все У входа И мамочка Так руки Протягивает Она Небольшого роста Была Примерно И вот Она протягивает Руки К моему лицу Сыночек Спасибо тебе И вот Я вот До сих пор Я чувствую Прикосновение Ладони К моему лицу У меня Самого Слезы Потекли Вот И папа Тоже глотался Потому что Я им Немножко Жизни Прибавил И что У меня Получилось Немножечко Спеть Гимн Моему Старшему Братик Как это Важно Как это Важно Не забывать Я все Смогу Я клятвы Не нарушу Своим Дыханьем Землю Обогрею Ты только Прикажи Я не Стружу Товарищ Время Товарищ Время Ты только Прикажи Я не Стружу Товарищ Время